Ну вот на кухне как-то вот так. Все, на что способен кран. Кран на кухне шипит, кряхтит, да и только. Воды в доме нет с самого утра. В семье Римма Насыровой, как в армии, заступают на дежурство у крана и ждут. Вот появилось, хоп, там потекло вот прям вот чуть-чуть. Ведро быстро набрала, потом через какое-то время может вообще воды не быть. Ну вот так вот. Главное успеть. Все, что успевают набрать, быстро идет в дело. Воды едва хватает на то, чтобы помыть посуду. А вот искупаться самой или искупать своего ребенка уже сложнее. Приходится ждать чуть ли не сутки, а после долго греть воду. То есть течет только вот холодное. Вот это вот то, что есть, это холодное. То, что есть, вот да, вот горячий, вот, я клей, вот, все. Закончилось. Нету. Ровно в такой же ситуации жители близлежащих домов по улице Зиминской. Всему виной старый колодец, который, по словам людей, не обслуживали несколько десятилетий. Колодец старый, правильно. Он уже старый на старый. При горохе царя, наверное, сделанный. Его никто не ремонтировал. Люди говорят, колодец переполнен водой, а вокруг него образовались пустоты. Так что находиться здесь еще и в буквальном смысле опасно. Есть угроза провалиться под землю. И, как оказалось, опасения жителей небезосновательны. Прямо при нас земля начала уходить из-под ног. Вот, я же говорю, вот провалится уже. По сути, этот колодец требует капитального ремонта. О том, что объект аварийный, в Оренбургском водоканале знают. Местные жители ведут с компанией переписку аж с 2004 года. В 2008-м им даже пообещали переложить на улице Зиминская центральное водоснабжение. Но люди говорят, обещания остались лишь на бумаге. И теперь отремонтировать колодец жильцам предлагают за свой счет. Последний раз озвучили 55 тысяч. То есть для нас это, ну, как бы, не подсильно. То есть у нас многодетные дети, дети с детьми, вот, инвалиды первой группы. Такое решение в водоканале озвучили, потому что выяснилось, колодец им не принадлежит. Колодец провел когда-то ЖКО здесь у нас было. Оно или распалось, или куда-то присоединилось. А, наверное, колодец так и остался так, как он, ну, аварийный. Скажем, ну, зачем он нам надо? Его не передали. Ни городу, ни водоканалу, никуда. Теперь за повисший в воздухе объект приходится отвечать жильцам. Но люди не понимают, почему. Тем временем в водоканале подтвердили, реконструировать колодец они могут, но за деньги жителей. Правда, при составлении сметы готовы пойти на компромисс. Колодец обаминский попросили, соответственно, что мы эти работы можем сделать, в принципе, оперативно за платную услугу. Но до сих пор, вот, с 18 числа, абонент до сих пор не может прийти в водоканал. Но пока получается только замкнутый круг. В водоканале ждут жильцов с деньгами, жильцы, для которых даже несколько тысяч, сумма неподъемная, ждут рабочую бригаду водоканала. А колодец тем временем разрушается все больше. И, кажется, до большой беды осталось совсем немного. Сюда могут провалиться ребенок. Видите, сколько детей у нас здесь. И машины здесь подъезжают. Но это просто будет какой-то несчастный случай, если мы еще дольше будем ждать. Юлия Гафарова, Константин Воробьев. Наше время.